Аэрбэк. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Всем доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Я представляю человека, который не нуждается в представлении. Дмитрий Попов. Дима, я тебя поздравляю. Во-первых, здравствуй. Спасибо. Я поздравляю тебя. В этом месте я должен кричать Попов воскресе. Поздравляю тебя с Днем Радио. Я знаю, что ты участник многочисленных прочих проектов на радио. И в частности Авторадио нашим друзьям. Большой привет передавай. Всем коллегам. Вот я очень много лет. Чуть-чуть сюда. Меня добавь. Всем коллегам. Поменьше, а то заглохнем. Значит, я много-много лет. Я первый раз показался на радио в 2006 году. Конечно, мне до вас, мастодонтов, еще пахать и пахать. Я постараюсь дожить до такого стажа работы в радиоэфире. Но я очень долгие многие годы я всех поздравлял. Таких, как ты, которые делают радио, журналистов, корреспондентов. Все время радовался за их успехи. Все желают хорошего инфоповода. Все прекрасно понимают, что инфоповод делает эфир. Потому что если тема интересная, то радио слушается. Если тема притянута за уши или оплачена сверху, то тогда это радио работает впустую. Молотит воздух. И я всегда говорил, что я к этому рад, что я к этому немножко причастен. Чуть-чуть по фамилии. Чуть-чуть, значит, по тому, что я все время в каких-то радиоэфирах принимаю участие. Но вот я дожил, наконец, до того состояния, когда я, Саш, говорю, я нас с тобой и всех наших коллег на всех радиостанциях страны поздравляю с Днем Радио. Потому что если бы Александр Степанович, не помню фамилию Попов, и Маркони, я не хочу устраивать в эфире соревнования, кто был первый, если бы они не провели эту замечательную радиопередачу при помощи металлического порошка Кагерера, который, так сказать, под воздействием электромагнитной волны, он встряхивался и изменял пропускную способность. Это было такое, телеграфное еще, то мы бы сейчас не разговаривали бы с вами и не передавали бы никаких замечательных новостей, не рассказывали бы замечательную кучу интересного, которую нам в течение недели подбрасывают. Понимаешь? Я во вторник уходил, мы с тобой договорились, что мы вернемся в пятничную колею. Да, то все вторник, вторник, да, да, да. Я был, ты понимаешь, убежден, я шел и думал, какую бы тему взять, но вот тут Яндекс там чутка подбросил, что-то опять жвачку с электросамокатами. Значит, никогда в этой стране вечно зеленых помидоров не будет у нас безработицы. У нас появляются, значит, тематоры, которые подбрасывают такие темы, что нет слов. Конечно, мы про Яндекс Каршеринг попозже поговорим, потому что это интересная история социальной ответственности. Но тем более она заявлена у нас в анонсе. Она заявлена в анонсе, мы попозже скажем. Но, друзья мои, темы опережают одна другую. И мне, я хотел снимать видео, как я обычно это делаю, про кайкакеров, про всякое разное. Но самый хороший формат, трансляция моторадио, и она, в общем, будет и видео, и фото, телерадио. Ты просил ссылку, ссылка у тебя есть? Ссылка уже у меня идет, у меня в соц. странице идет уже трансляция на стене. Да, потому что много желающих послушать было. Да, 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 да. Во-первых, во-первых, помнишь ли ты, что 10 дней, там, 2 недели тому назад я был в славном городе Москве? Да. Я там снял совсем коротенькое видео про московские кое-каки. Стоял на фоне диагонального пешеходного перехода, снимал за спиной. И это тонна термопластика, положенная вдоль и поперек перекрестка. И рассказывал о том, что, ребята, вот он, всемосковский ляп, когда диагональный пешеходный переход организован в соответствии с тем, как написано в правилах, но абсолютно не соответствует требованиям ГОСТа. Я говорил про то, что ГОСТ с правилами разбегаются. И я сказал тогда неосторожную фразу, но, значит, я сказал, я говорю, интересно, куда смотрят службы дорожного надзора? Как они допустили? Они смотрят в веб-камеру, которая там стоит? Судя по всему, они смотрят на наши с тобой трансляции и мои ролики. Потому что я сказал, что я говорю, я бы, так сказать, выдал предписание на тему демаркировки этого, значит, безобразия, которое не соответствует требованиям ГОСТа. Прошло восемь дней. И? Открываю одно наше с тобой раньше родственное издание «Фонтанка» и читаю. Московский Центр Организации Дорожного Движения торжественно сообщает горожанам, что он демаркирует всю диагональную зебру, которая есть в Москве на 41-м перекрестке, и нанесет ту, которая положена по ГОСТу. Пунктирные штришочки. Таких совпадений, Саня, не бывает. Понимаешь, как бы... Они говорят, что это экономичные, что это лучшие восстановления. То есть шесть лет их экономика не беспокоила. Шесть лет их не беспокоило, что скользко на термопластике. И на седьмом году они, значит, решили, давайте все-таки сделаем по ГОСТу. Очнулись. Я не знаю. Некоторые московские коллеги говорят, это явно связано, потому что по дате и по времени очень совпадает с буквально 2-3-4 дня плюс выкладыванием мною этого ролика с этим безобразием. Ну, это одно из двух. Либо они подсмотрели у тебя, либо ты подсмотрел у них. Я у них не подсматривал все. Вот, на этом занавес. Значит, что произошло? Теперь давайте перейдем к серьезному. Я обещал, что будет жарко, потому что, к сожалению, не обойдется без упоминания фамилий. И коллег, которые позитивно смотрят на эту историю, и коллег, которые я не могу их назвать даже коллегами. Потому что я последнее время вздрагиваю, когда кто-то говорит, что надо организовать общественное слушание. Худшее, что может быть, это организовать общественное слушание. Я в одном радиоэфире одной радиостанции сказал, что я говорю, я вот убежден, что если провести общественное слушание на тему, а не сократить ли нам рабочую неделю на 2 дня с сохранением зарплаты, не увеличить ли нам отпуск на 2 недели и не добавить ли нам еще один месяц отпуска и увеличить оплату втрое. Я убежден, что в этих общественных слушаниях позиция «да» победит. Худшее, что может быть в принятии решений в основных важных значимых отраслях народного хозяйства, это общественное слушание. Я понимаю, что меня сейчас готовы закидать камнями, но общество состоит из дилетантов. Мы нажрались этого дилетантизма в дорожном движении. Смотрите мои ролики про кайкакеров. Мы это хлебаем через край. Это вот настолько уже начинает задалбывать. Значит, что произошло? Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения есть такая, в которую входит дохреналион ответственных чиновников. По линии ГИБДД это входит Михаил Юрий Черников, министр транспорта входит и еще люди, которые причастны к безопасности дорожного движения. Это та самая комиссия, которая формирует решения, которые направлены на повышение безопасности дорожного движения. Напомню, друзья мои, что задача-то стоит к 24-му, а он вот здесь вот не за горами через 3 года. К 24-му году 4 на 100 тысяч, а к 30-му 0. Мы имеем в виду покойников. К погибших, да. А у нас уже сейчас средние руки, должностные лица унавоживают почву к тому, что к 24-му году мы ничего не достигнем. Выходят на авансценную и говорят, ну понятно, это недостижимый рубеж, потому что у нас с этой задачей справляется только Москва и Санкт-Петербург. И то там в самых там каких-то очень приближениях, то есть 4,2, там 4,1, вот такие цифры. Вот. А есть города, напомню, говорил я, и 8, и 10, и 12, которым до 4 на 100 тысяч, как до Луны ползком. Конечно, там имеют значение деньги, конечно, там вливание денег. Но давайте мы с вами посмотрим. Значит, что потребовала правительственная комиссия? Внимание! Правительственная комиссия потребовала от Министерства транспорта и от МВД в лице Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения подготовить согласованную позицию по снижению нештрафуемого скоростного порога того самого нештрафуемого гандикапа 20 км в час по его сокращению. 10 или какую-то другую. При этом правительственная комиссия сделала акцент на том, чтобы, значит, эта позиция была согласована. Ну, это тоже кусочек цирка с конями, потому что Минтранс достаточно четко стоит на этой позиции. С него будут, вообще говоря, спрашивать больше всего. Минтранс стоит на позиции о том, что гандикап надо сокращать достаточно жестко. А ГИБДД, у ГИБДД там наблюдались метания за прошедшие там полтора-два года, когда это всплывала история. Значит, отменить или не отменить, то они говорят, что мы за то, чтобы не сокращать, чтобы было 20 нештрафуемый порог, что очень позорно для ГИБДД, потому что я сейчас расскажу предысторию этого безобразия, которое творится. Почему? Вообще, честно говоря, это все звучит дико, потому что есть правило 60 км в час. Ну, мы тебе говорим, но ехать можешь в 80-х. Да, но в принципе, со стороны послушать, это нонсенс какой-то. Это идиотизм. Понимаешь, и мы очень любим, вот мы такие все молодцы, мы очень любим транслировать, значит, западный опыт. Да не вопрос. В Швейцарии 3 км в час. Эстония 0 км в час нештрафуемый порог. Ну, давайте будем ориентироваться. Давайте мы будем как таможенный союз. Хрен с ним, мы же технический регламент таможенного союза подписали, у нас автомобили по тормозам приблизительно равные по качеству. Белоруссия 10, и Казахстан тоже то ли 10, то ли 5. В большинстве стран Европы 5. Есть страны, где нет гандикапа. Но не 20, не на 30% от номинала. Ну, как это что? Теперь, значит, что происходит в медийном пространстве сейчас? Сначала предыстория. Откуда возник этот гандикап? Разговор сам. Нет, подожди. Откуда возник гандикап? Да. Но от неточности приборов. Нифига подобного, докладываю тебе. Нифига подобного. Потому что комплекс, господи, как он, Искра, этот самый, с руки. Я тоже забыл, ну да, он как-то называется, да. Господи, ну Искра, да, ручные, не дикие радары, мы уже забыли. Искра, у него погрешность, там, господи, фирму забыл, как называется, которая производит его. Семикон, по-моему. Значит, у него, правда, в нарушении всех технических отношений с погрешностями заявлено на 1 километр в час. 1 километр в час. Плюс-минус, да? Плюс-минус 1 километр в час. И там погрешности приблизительно такие, там, полпроцентовые прогрешности. То есть, ну, где-то в диапазоне 1 километр в час. Скорости, скорости, да. Да, да, да. Погрешный, отсыл к тому, что гандикап был введен из-за погрешности, является ахинеей. Тот, кто говорит, что мы ввели его из-за погрешности, он брехло. Нет, ну из-за погрешности есть еще погрешность самого автомобиля. Человек может... У автомобиля нет погрешности, Саша. Ну как нет, разные колеса. Я тебе поясню. Ну нет, ты сейчас, ты не знаешь конструкцию автомобиля. Двойка тебе по материальной части. Хорошо. Дело в том, что спидометр, который стоит в автомобиле, не является средством измерения вообще. Ну... Он не поверяется. Это ты про термины. Нет, я не про... А про жизнь. Подожди, а про жизнь я тебе расскажу. Заводы-изготовители во избежание административных претензий к ним со стороны пользователя закладывают на спидометр и другие измерители скорости в автомобиле систематическую плюсовую ошибку. То есть, когда ты едешь под литейным мостом, у тебя на стрелке стоит на 60, то автоматический радар, который нас пугает, что вы превышаете, показывает 54. Потому что, на самом деле, ты едешь медленнее. А заводы специально плюсом добавили, чтобы диаметр колеса не завалил тебя в превышение. И там это все... Мы же на западных автомобилях ездим. Ну, так это же и есть погрешность. Ну, и чего-то кипятишься. Нет, это не погрешность. Это заложенная ошибка. Это другая история. Это не в измерении заложено. Но история-то не в этом. Не из-за погрешности дело-то. Если бы была погрешность виновата, то, пардоните, расскажите мне, господа хорошие, те самые придурки, которые топят за эти 20 километров в час. Как же мы жили-то? Ну, вот так жили. С 1966 года у нас средства измерения скорости, по-моему, в 1966 году появились. Вот с 1966 года до 2013. Мы как жили-то? У нас было 10 километров в час. Ну, жили с погрешностью. 10 километров в час было, но не 20. А теперь внимание. Откуда эта история началась? Из-за кольцевой автодороги. Нет, хуже. Хуже. Хуже? Значит, эта история рождена в недрах самой ГИБДД. Я сейчас, Михаил Юрьевич, никоим образом не наезжаю на ваши поляны, потому что вас тогда и в помине не было. Это ваши коллеги накосячили с применением дорожных знаков. Славный город Москва. Куча вылетных магистралей, которые там обеспечивают движение в некоторых участках со скоростью 90 километров в час. Вне населенного пункта 90 километров в час. Образовывается очаг аварийности. То ли столкновение автомобилей, то ли пешеход выбегает. В общем, надавили людей, набили машин. Значит, что делает ГИБДД? Москвы и Подмосковья. ГИБДД, вот это, то самое, которое сидит в центре Москвы. Значит, они берут и фигачивают знак 40 километров в час. Было 90, стало 40. И для того, чтобы тебе не повадно было, а денюжков-то у нас в Москве дохрены ли он, мы тут же здесь вешаем камеру фото-видео фиксации. И все водители хором, внимание, едут, видят, ну, едут со скоростью 90, видят 40. Невозможно на 50 километров в час сбросить скорость за 100-150 метров пути. Знак видимость 100 метров должен быть обеспечен. За 150 метров ты не можешь сбросить без применения. Не понимаю проблему. Ну, а что, ГИБДД не знает, что есть тормозной путь-то из-за замедления? ГИБДД не читает документы, по которым оно работает. Потому что есть государственный стандарт, который, к сожалению, в 13-м году был необязательным, но, оказывается, был умным. В котором написано, для тех в 13-м году придурков, немощных мозгами и других идиотов, написано, что снижение скоростного порога при применении знаков 3.24 осуществляется ступенчато, с шагом не более, угадай цифру? 10. 20 километров в час. То есть с 90 на 40 вы можете понизить скорость только, поставив заранее 70, 50, а потом 40. Между этими знаками по вашему ГОСТу, по вашему ГОСТу, который в 13-м году, я не нынешних гаишников пинаю, но собрали бы вы голову в кучу, должно быть через 150 метров. И тут у нас нарисовывается порядка 400-450 метров для того, чтобы осуществить плановое снижение скорости без экстренных торможений. Все хорошо. Но в Москве же умнее все. В Москве же надо денег наработать. Поэтому появился очаг. Фигачим с ракет, поставим камеру и соберем бабло со всей страны. И тогда появились другие, сейчас, если кто смотрит трансляцию, показываю кавычки, не менее умные любители общественных слушаний. Это капец. Просто капец. Айрбек. Айрбек. Итак. Я поговорил злой рок-наследие. Давай, что у нас там, да. Значит, мы же в Москве находимся. Нет, мы в Петербурге. Нет, я имею в виду, вот, господа гаичники московские, нам пофигу госты и государственные стандарты. Мы фигачиваем знак 40, ставим камеру, и народ, значит, попадает на эти огромные штрафы. Появляются умельцы. Это так, за такт предыдущего кусочка. Появляются умельцы, озабоченные общественными слушаниями, называется это команда депутаты. Так. А у них, ты понимаешь, так сказать, история работы депутата, она как, вот, в электоральном периоде это как беременность, понимаешь, так сказать. Выносит, не выносит. То ему бананов хочется, то железных опилок. Вот. И подай все, что угодно. Он будет делать все, чтобы за него проголосовали. Раз вот эта история собирает деньги, нахрена нам профессионалы? Зачем нам нужны настоящие эксперты, я не про себя говорю, а про людей с серьезным транспортным образованием профессоров? Или людей, которые знают законы? На кой нам нужны юристы? Ну, надо было пойти изучить, ГОСТ, понять, почему такая байда получается, посоветоваться с транспортниками, прийти в ГИБДД Москвы и сказать, парни, вы что делаете, подонки? Ставьте знаки, как положено. Соберите голову в кучу и ставьте знаки, как положено. Но ты же депутат, ё-моё. Как только кто-то где-то накосячил, значит, у тебя появляется возможность словить на этом дешевого хайпа. Взяли и проголосовали за поправку в кодекс об административном правонарушении, приостановили часть первой статьи 12.9. Ту самую, которую с 10 до 20. Ту самую, которую с 10 до 20 километров в час. Теперь, значит, если в городе у нас ограничение 60 километров, 79, едешь никому не должен. Ну, появляются умные дяди в погонах, другие всякие квазипрофессионалы, которые говорят, это всё равно нарушение, это всё равно нарушение. Вам должно быть стыдно. И там порядка, значит, 50 миллионов водителей стыдливо фигачат 79 километров в час в городе. И 109, 109 за городом. Вот это предыстория, ты понимаешь, откуда родился этот гандикап. Теперь давай посмотрим немножко на статистику. В соцсетях и в Фейсбуке, и в ВК, и в других всяких, мои коллеги умные, и Валдин, и Липаткин, даже Михаил Блинкин включился в этот процесс, приводят статистические данные, корреляция между скоростью и аварийностью. Скоростью и аварийностью. Другие отсылают к другим всяким, значит, странам, опыту других стран. Значит, давай с тобой посмотрим. Страна с не самым, мягко говоря, хорошим состоянием уличной дорожной сети, с весьма себе высоким уровнем смертности на 100 тысяч на дорогах, с одними из самых маленьких штрафов, если не сказать самыми маленькими штрафами, имеет самый высокий, внимание, самый высокий в мире, в мире, не штрафуемый скоростной порог. Ну, круто же, но где-то же мы все-таки должны быть. Зато, говорит, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. И, кстати, в части балета мы впереди планеты всей. Теперь еще и в части, значит, безумия на дорогах. Значит, это вот так вот. Теперь смотри, значит, что пострадало из-за ведения этого гандикапа, потому что депутат – существо безобидное, безумное, но безобидное, понимаешь, как бы. Он что-то проголосовал, ему продлилось, ну, водители подумали, фига себе, раньше с меня здесь брали 500 рублей, а теперь я еду, никому не должен. Люся, ты смотри, как хорошо. Люся, ты смотри, как здорово. Мы теперь никому не должны. И пойду-ка я проголосую за этого депутата, как здорово, что он здесь есть. А о том, что там безопасность, еще что-то, это никого не волнует. А теперь рассказываю. Значит, в больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кростов и так далее, на ключевых магистралях работают планы координированного управления. Если вы, друзья мои, ездите по Ленинскому проспекту, по проспекту Славы, если вы едете по, значит, Московскому проспекту, даже по Невскому проспекту вы, если едете в Санкт-Петербурге, правда, на Невском использована стратегия с разрывом пакета. На Садовой будет остановка плана координации, намеренная специально для того, чтобы немножко среднюю скорость уронить, потому что гончарная, тяжело принимать транспорт. Вот. Но работают планы координированного управления, так называемая зеленая волна. Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, на какую скорость рассчитана зеленая волна? На то, что по правилам. На то, что по правилам 55-57 км в час. А можно ехать 79. Народ стартует, как бешеный разгоняется до 80. И тормозит, тормозит. Быстрее зеленого сигнала доезжает туда, мало того, что жгет бензин, засоряет экологию, не едет ни хрена, создает заторы и всем остальным мешает. Это раз. Второе. В расчетах режимов регулирования промежуточные такты, вот эти самые конфликтные точки. Один заканчивает движение, другой начинает. Скорости входа в дугу поворота и скорости стартовой, и разгонной скорости, и рассчитанной через превращение до номинала, до 60 км в час. Или от номинала, от 60 км в час. Последний проезжает на 60 км в час. Понимаешь? В прямом ходе. А он едет не 60. Он едет 80. И того, которого мы при этой длительности промтакта, при расчете по ОДМу 218, мы рассчитали, что они не встретятся на перекрестке, новый начал движения в поворот. А он его догоняет. А он его догоняет. Он должен был бы его не догнать, а он его догоняет. Россия вперед. Щедрая душа. Щедрая на всю катушку душа. Это легкие штрихи к тому, над чем все это не подумали. Значит, ну уже как бы ленивые. Все говорят о том, что ребята, завязывайте страдать фигней, давайте убирать гандикап. Правительственные... Ну дальше цирк с конями. Вот сейчас, значит, главная история. Значит, ну правительственная комиссия поручила и поручила. Да, как бы там и хорошо. И они ушли обдумывать, собирать мнения и так далее. Я надеюсь, что вы мое мнение послушаете честно. Потому что если сейчас не остановить эту вакханалию дурдома, то у нас дальше так и будет. У нас дилетанты уже задолбали править в нашей профессиональной отрасли. Я надеюсь, что коллеги и Блинкин, и Валдин, и Липаткин, и Слава Данилов, и Холодов, и Сажин, и там все поддержат. Потому что дилетантизм в этой отрасли уже начинает зашкаливать. Вот так вот Шумского одного хватает через край, честно. С маленькими знаками, непонятными нормативными актами. Значит, появляется на горизонте этого диспута, появляется партия «Единая Россия». Ну, все, можно быть спокойным. Теперь сейчас все будет решено, как надо и так далее. На эту тему, кстати, написал еще один наш коллега. В фейсбуке написал Сережа Давыдов. Если он слушает, то я его приветствую. Я не всегда согласен с его высказываниями. Но в целом человек привык вдумчиво подходить к вопросам. Он этот пост, кстати, назвал очень символично. Вовсе никакому депутату не адресую. Просто назвал «Лысоковщина». Не знаю, наверное, имел в виду «Лысых» и так далее. Значит, появляется Турчак. Андрей Турчак, председатель полицовета партии «Единая Россия». И говорит о том, что «Единая Россия» выступает против отмены нештрафуемого порога и его снижения до 10 км в час. Потому что такие важные решения, говорит Турчак, нужно принимать через общественное слушание. Вот здесь я как раз и говорю, давайте мы обсудим с вами, не надо ли нам удлинить отпуск на 2 недели. С сохранением заработной платы. И декретный сделать 2 года. И как бы, ну что там еще, я не знаю, рабочий день на 2 часа сократить. С сохранением заработной платы. Люди, не хотят? С увеличением. С увеличением заработной. Хорошая версия, Саша. С увеличением заработной платы. Давайте общественность соберем, послушаем. Мы же почему-то, эта история мне очень напомнила в одной моей прошлой автошколе ситуацию, когда главный бухгалтер говорит, ну что там работать инструктором, это фигня как бы. Каждый может работать инструктором, это зависит от того, хочет ученик научиться или нет, от него зависит. Что там работать преподавателем по теории? Что там, готовиться, знать, это все не надо. Вышел, почитал книжку и разошлись, все отлично. Вот здесь ровно такая же история. Давайте соберем общественность, которая будет обсуждать, не надо ли повысить всей стране зарплату. Надо или не надо? Ну, все скажут. Слава Данилов организовал у себя в сообществе СПБ автоопрос. 89% водителей проголосовали оставить нештрафуемый порог 20 км в час. 89% проголосовали. Там нашлось несколько человек, которые и я в том числе проголосовали, что надо его отменить, упразднить. Я вообще выступаю за то, чтобы его либо очень сильно минимизировать, сделать там, допустим, 5 км в час и быть лидерами по безопасности. Или, значит, вообще отменить. И тогда доверительный интервал формирует как раз погрешность радара, да? Ну, как-то так вот. Но их там совсем мало. Их там совсем мало. Один товарищ высказал интересную мысль, я с ней солидарен, сейчас чуть позже скажу. Но! Вот это заявление «Единая Россия», во-первых, явно указывает на то, что дальше можно не обсуждать. Ну, то есть ответ понятен, да. У нас... Ну, как? Ты что, против «Единой России»? Как ты можешь? Вот я, например, у меня есть транспортное образование. Как я со своими транспортными знаниями могу быть против «Единой России»? Ну, я когда это прочитал, когда Турчак это заявил, я это прочитал, я вспомнил старинную свою армейскую шутку. Если кто не помнит, я 21 год молотил на Ниве Министерство обороны. И когда я еще был курсантом в Советском Союзе, то у нас было принято стебаться над ситуацией в стране. Мы, занимаясь занятиями по строевой подготовке, когда можно было, читали хором речевку. «Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это». Частушка старая такая, да. Да, да. Ну, «Единая Россия» сюда очень подстает прямо это самое. Как можно, понимаешь? Спасибо Михаилу Блинкину, очень уважаемому инженеру, который... Транспортному инженеру, профессору, который... Тоже я не всегда с ним согласен, потому что он все-таки мыслит как градостроитель-транспортник. А я больше стараюсь заходов юридического свойства делать на ту или иную тему. Но он привел, значит, в качестве примера общественных слушаний по вопросу, отменять или не отменять гандикап, высказывание какого-то своего друга, там фамилия Анинков, я не знаю этого человека. Но он сказал, говорит, «Общественные слушания по вопросу отмены скоростного гандикапа сродни устройству общественных слушаний на предмет первого или второго закона Ньютона». Здесь нам так и пишут в чате тоже, что вот, да, так конкретно даже... Ой, много написали, да. «Нужны широкие общественные обсуждения второго закона Ньютона». Да, да, да. Вот это вот все, тут много... Нужны широкие обсуждения общественные второго закона Ньютона, надо или не надо. Ребята, мне тоже нравится ездить быстро. Вот вас не смущает, вот я сейчас сижу в студии Моторадио, я человек, который недавно за рулем. Сейчас у меня появилась хорошая идиома по поводу моего водительского стажа. Знаешь, как это самое? Я знакомлюсь с женщинами, многие из которых родились после того, как я уже научился управлять автомобилем. Потому что у меня стаж 36 лет. Я 36 лет за рулем. И я очень люблю быстро ездить. И многие знают, и я сегодня вот, так сказать, там продемонстрировал, что я могу ездить в разном стиле. И оперативное сопровождение, когда один другого прикрывает, подставляется. Я могу ехать комфортно, классически. В стилистике Яндекс.Комфорт, да? Или в стилистике Яндекс.Вип без резких торможений, ускорений. Такая эстонская манера езды. Могу гнать, такие шашки делать, мама, не горюй. Как бы все это возможно и способно. Вас не смущает, что водитель с таким вот огромным стажем, который иногда платит. Сейчас камеры, стрелки стали по городу много, где появляться. Стрелка У, по-моему. Значит, платит, ну, определенное количество штрафов. Вас должно заволновать, что я выступаю за серьезное сокращение скоростного гандикапа. Или даже за его отмену. Или сокращение, или отмену. Потому что иначе мы с вами выглядим, как стадо баранов. Вот мы все время говорим о том, что у нас свой путь. Но нужно мозги в кучу собрать и понять, что мы ежегодно, Российская Федерация, друзья мои, ежегодно теряет раз в год, теряет на дорогах страны количество населения. Мне внимание, знаешь, сколько? Много, к сожалению. Я тебе скажу, столько же, сколько мы потеряли, точнее, в два раза больше ежегодно мы теряем, чем мы потеряли за 10 лет войны в Афганистане. Мы в войне в Афганистане потеряли около 13 тысяч человек, а сейчас у нас тут 20, 22, 26. То есть мы вдвое больше, но это за год. Это за год. То есть за 10 лет мы теряем население Новгорода. Мы за 10 лет у нас Новгород, мы убиваем. И это не немощные старухи, которым три дня осталось. А это подростки, которые еще вырастут и могут стать Эйнштейнами. Это зрелые мужики, которые там могут в армии послужить, могут на заводе, могут себя как-то проявить. Это там женщины детородного возраста, которые... Поэтому вот эта история, она сильно демографическая. В этих условиях, в этих условиях популистская позиция партии «Единая Россия», я по-другому не могу сказать. Популистская позиция. Ты в этом месте можешь говорить, позиция «Моторадио» не совпадает с позицией нашего эксперта. Вот. Популистская позиция «Единой России», ну, мне кажется, ориентирована сурово против демографической политики государства. Потому что ученые все говорят, ребята, отмена или сокращение приведет к сокращению числа ДТП с пострадавшими. С сокращением числа погибших «Единая Россия» говорит, ничего, нормально еще, у нас много. Мамки рожают. Аэрбэк. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Дмитрий Попов в эфирной студии изобличил «Единую Россию», продолжаем. Ну да, продолжаем. Как говорил мой друг Карлсон, сбрасывая куклу с подоконника, продолжаем разговор. В этих условиях попытка всячески препятствовать сокращению скоростного гандикапа выглядит как действие, идущее вразрез с государственной демографической политикой. Потому что учеными, наукой доказано, что сокращение гандикапа, значит, необходимо, потому что этот нештрафуемый порог, он, кстати, приводит ситуацию, вот при наезде на пешеходах гарантированная смерть, понимаешь? Гарантированная смерть. Вот. Но что мешает? Вот теперь сейчас перейдем к сложностям, потому что у нас же, так сказать, страна отозвалась в 13-м году, когда ввели нештрафуемый порог 20 км в час, страна ГИБДД, всея Руси, на местах, в регионах отозвалась. Легко отозвалась. Легко, непринужденно, красиво отозвалась. Знаешь как? Так. А вся страна заставлена, мы знаем с тобой, что я проехал Московскую, Новгородскую, Тверскую, что там еще, Воронежскую, Липецкую, Тульскую, Ростовскую, Краснодарский край, Крым, слушай, куда-то я еще заезжал, Нижегородская, Псковская и так далее. Вся страна отозвалась на введение гандикапа в 20 км в час. Очень простенько. Вся страна заставлена знаками 40 и 70. Из чего делаю вывод, что сами же господа гаишники, которые взяли под козырек и пошли исполнять глупость депутатского корпуса об отмене нештрафуемого порога, все понимают значимость именно этих скоростных ограничений. То есть мы всю страну, ну вы все понимаете, 40 и 70 это сублимация 60-90. Ну да. То есть теперь вы можете ехать не больше 60. Раз у вас есть гандикап в 20 км в час, значит 40. Если вы дорога вне населенного пункта 90, значит 70. Доехал, вот я прошлую неделю ездил в Великий Новгород, доехал до Новгорода по М10, специально поехал посмотреть, что со скоростью на трассе. Что со скоростью на трассе? Во всех населенных пунктах стоят знаки либо зоны ограничения скорости 40, либо стоят знаки от перекрестка до перекрестка 40, 40, 40, 40, 40. Причем Яндекс уже так себе хорошо, так нормально предупреждает, голосом говорит, впереди камера на 40. Впереди камера на 40. Впереди камера на 70 вне населенного пункта. И теперь, если мы сейчас будем, ну стыдно же признаться, депутат-то все тот же остался в Государственной Думе, понимаешь? Он единственное сейчас поссорился с Единой Россией. И я бы на его месте сказал бы, что Единая Россия не права по позиции по Гандикапу. Это было бы очень весело, потому что когда он был в Единой России, то он за Гандикап. А теперь, когда Единая Россия ему пригрозила в его высказываниях в разных китоках, то я бы на его месте высказался против. По его инициативе высказали эту историю. Вот, но, значит, ситуация получилась какая. Теперь, если отменить Гандикап, вернуть его, например, в 10 километров в час, то вся страна, заставленная знаками 40 и 70, получит в некоторых случаях необоснованные занижения скоростного режима. Необоснованные снижения скоростного режима. Вот, в связи с чем, как раз возникают трудности, которые эти люди умело используют для своих популистских целей. Потому что даже МВД заявило, что надо провести ревизию уличной дорожной сети. Это, знаешь, как делается умное лицо и говорится, это не мы в 2013 году заставили всю страну знаками 40 и 70. А говорится, надо проверить уличную дорожную сеть на обоснованность действующих ограничений. Значит, умение сохранять честь мундира, это главное в нашей стране умение для любого чиновника. Мы в прошлый раз с тобой сказали, что гораздо честнее выйти и сказать, ребята, мы ошиблись. Мы в 2013 году пошли на поводу у нарушителей требований ГОСТа, у тех, кто не выполняет эти требования нормативные, и у тех, кто собирал деньги на дорогах за счет того, что у людей, значит, были необоснованные установки знаков. По моему мнению, технически, технически сделать это возможно. Для этого надо предупредить гаишников всей страны о том, что с завтрашнего дня гандикап отменяется. Можно заранее установить, что, например, гандикап отменяется с 1 сентября, чтобы они купили черных полиэтиленовых пакетов. Некоторые говорят, это надо выкапывать знак, это надо гайки выкручивать. Это когда заработать много надо, тогда надо выкапывать знак. А когда просто закрыть его... А когда его просто закрыть и заклеить скотчем, то это стоит 3 копейки пучок. Мешок черный, докладываю вам, сегодня проверил, стоит 6 рублей. Рулон скотча, которого хватит на все знаки в вашем районе, он стоит, наверное, там рублей 100. И это делается легко. Предупредите их заранее. Парни, с 1 июня эта история начнет работать. Вы выезжайте в ночь, там, или с 1 сентября, выезжайте в ночь с 31 августа на 1 сентября. И за ночь все закройте, и все получится. Потому что с 1 числа у вас будут другие штрафные санкции. Надо камеры перенастраивать. Но вы сами вступили в эту дрянь. Перенастраивайте камеры. Отключите их пока на некоторое время, не сообщая людям. Вы же, когда на маршрутных полосах нету реестра транспортных средств, вы просто отменили камеры и повесили пока комплексы, которые скоро секут. Но почему? Что не так-то, я не понимаю. Самая большая, значит, беда, что этот гандикап, он работает не только на уличной дорожной сети, но самая большая беда, что этот гандикап еще и работает во дворах. И в том числе мы не можем сделать, например, зону 30. И вообще любую жилую зону, в которой скорость движения должна быть 20 км в час. Потому что вместо 20, руководствуясь тем, что есть нештрафуемый порог, соответственно, можно ехать 40. Отлично. Занавес. Просто нет слов. Занавес. Нет слов. Мне кажется, мне кажется, что позиция единой России, мало того, что не обоснована, предложение организовать общественные слушания по этому вопросу выглядит глупо. Я, в принципе, выступаю против общественных слушаний по любому вопросу. Мне общественные слушания по любому вопросу не нравятся. Я люблю слушания профессионалов, когда люди соображают в том, о чем они говорят. Они ни в коем случае не общественные слушания. И позиция единой России, мне кажется, давлением на экспертное сообщество, на Минтранс и на МВД, для того, чтобы они в этом электоральном периоде проголосовали за то, чтобы Гандикап остался. Гандикап в 20 км в час – это самый большой дорожно-транспортный позор Российской Федерации. А Дмитрий Попов в студии изобличает всех. И правильно делает. Надо взбодриться. Это просто наибольший идиотизм. Мы догадывались, мы подозревали, что этот момент вызовет наибольшее обострение, конфликт интересов, как радостно и отрадно сознавать, что все эксперты высказались за то, что это надо отменять. Но у нас, к сожалению, есть одна партия экспертов. Она прям так и называется. Партия экспертов, да. ЭР. Экспертная Россия. Они там что-то курят у себя и не делятся ни с кем, поэтому мы не всегда можем понять их некоторые решения. Значит, на этом фоне Яндекс продемонстрировал жест социальной ответственности по отношению ко всему, что происходит. Это мы наконец-то подошли к каршерингу. Да. Значит, Яндекс заявил, что они намерены собирать данные о стилистике и качестве управления транспортным средством водителями, которые пользуются, водителей, которые пользуются каршерингом. И использовать эти данные в дальнейшем для тарификации пользования тем или иным водителем их каршерингами и автомобилями. Они ставят геопозиционирующую аппаратуру, они ставят аппаратуру, которая измеряет ускорение торможения. Такой черный ящик на свои аппараты ставят, при расшифровке которых они будут понимать. Вот этот водитель. Собирает некий набор датчиков, собирает информацию о стиле езды. Собирает информацию о стиле езды. Много перестраиваешься, много ускоряешься, тормозишь. Они не говорят, да, частная разовая ситуация может быть вызвать это. Они не говорят, что мы сразу тебе тариф сделаем не 9 рублей, а 20, чтобы ты в следующий раз думал головой. Они говорят о том, что мы сначала предупредим в приложении, что, дорогой товарищ водитель, стиль вашего управления не соответствует. Такая себе история. И в обсуждении Яндекс высказал, вот сейчас перетяжка к первой части нашего разговора, Яндекс высказал, что не факт, что они будут фиксировать превышение скорости только больше 20 км в час. Яндекс готов проявить социально ответственную позицию и в качестве превышения скорости фиксировать превышение в 10 км в час, как было до 2013 года. И в этой связи как бы появляется, значит, осознание то, что Яндекс понимает, какой гандикап может быть и какого не может быть, а партия экспертов не понимает, какой гандикап может быть. Хороший слоган, партия экспертов. Хорошее название для рок-альбома «Яндекс понимает гандикап». Да, да, да. Даже припев, припев такой хороший. Но называть партию, которая выступает со своим мнением, и оно сразу становится доминирующим на рынке других мнений, оно не содержит мыслей и высказываний ученых, оно просто, я помню, я сейчас тебе расскажу, слушай, я был в законодательном собрании Санкт-Петербурга, и один депутат, один депутат, мой бывший сослуживец, в колуарах, значит, Мариинского дворца, мне такую мысль сказал, что я чуть не рухнул там на пол. Он мне сказал, говорит, я считаю, что ограничение скорости вообще надо отменить. Ну, если ты один живешь на хуторе и ездишь вокруг него на тракторе, отменяй. Один из друзей председателя ЗАГСа сказал, что, говорит, ограничение скорости вообще надо отменить, потому что я, говорит, считаю, что если ты можешь ехать со скоростью 100 км в час по городу, то ты должен ехать со скоростью 100 км в час. А если ты не можешь ехать, то ты должен ехать со скоростью 40 км в час. Вот так вот. И поэтому все ваши разговоры про скорость движения потока, про комфортное существование в транспортной среде. То есть, если ты можешь обойти очередь из бабушек, то обходи. Да, конечно, конечно, да. Если ты можешь растолкать толпу и забрать без очереди, почему нет-то, да? Понимаешь? И все ваши формулы, расчеты, тормозные пути, промтакты, еще что-то, циклы, планы, координы, да идите вы в пень. Вот это эксперты. Там была, да, ну партия экспертов, понимаешь? И там была вторая фраза сказана, когда мы обсуждали как раз этот гандикап в 20 км в час. Он сказал, что, говорит, я, говорит, бывает, еду, например, по дороге в Москву, отвлекаюсь на разговор с женой. Нет-нет, да и придавлю больше 20 км в час. Ну, бывает же, да. Я не удержался, я говорю, вы что говорите-то? Что значит отвлекаюсь на разговор с женой? Водителю запрещается отвлекаться от управления транспортным средством. Это, говорю, забито в третьей главе. Вы что, вы совсем, там во второй, вы что совсем, что ли? Вот, но партия экспертов, понимаешь? И это, в общем, такая себе история. Что касается Яндекса. Мне кажется, что если эта работа Яндекса будет успешной, то те, кто прорабатывает и разрабатывает законы о каршеринге, должны будут включить в закон о каршеринге в качестве условия предоставления краткосрочной аренды тарификацию с учетом истории управления каршерингом автомобилем в предыдущем периоде. Мне кажется... Если он будет, этот период. Ну, так нет, а он же не сразу получается. То есть, ты один раз проехал, тебя застукали, что ты много быстро перестроился, резко тормозил и вдруг... Ты же говоришь, что они только собираются внедрять техническую часть, да, вот эти вот датчики? Да, ну... Еще же пока это... Ну, последовательно, Саш, конечно, по этапу. Хотя, в принципе, это быстро делается. Это не очень долго делается. Разъехать, навесить эти коробочки, это, в общем, такая себе история. И в этом смысле я бы навязал эту стратегию всем каршерингам. Теперь, внимание, внимание. Они хочут Яндекс задаться вопросом, чтобы ровно такой же сбор данных и анализ сведений осуществлять со своих... Кого? Таксистов. Самокатов. Таксистов. Зачем самокатов? А вы не хотите такую же, понимаешь? Если уж вы, так сказать, демонстрируете социальную ответственность, то не идите по пути. Даже, наверное, в первую очередь бы это надо было сделать. Ты понимаешь, чем дело. И вот здесь мы понимаем, что главное в их деле рубль. Они понимают, что опасный водитель, он приносит им реальные ущербы, потому что машина-то выходит из оборота. Даже если он будет возмещать ущерб на ремонт потом, автомобиль все равно на время ремонта выходит из оборота. Он перестает приносить прибыль. И это убытки. И многие шеринговые сервисы демонстрируют убытки. И тут у них личная, знаешь, такую личную неприязнь испытывают, такую личную заинтересованность испытывают, что они, значит, просто вынуждены эту меру ввести. Потому что она будет по отношению к другим мобилям разным там, будет не очень популярной. Потому что человек скажет, ну зачем, у меня на Яндексе 20, а у их соседей у меня там по-прежнему 9 рублей. Он будет искать другого такого. Поэтому в этом смысле. Но Яндекс демонстрирует, что нам важно сохранить автомобиль. И мы относимся вроде как социально ответственно по отношению к обществу. Ну, можно было бы, кстати, Яндексу пролоббировать себя любимых как приоритетный сервис в этом смысле. Именно с учетом того, что они социалку такую. Да, да, да. Но это очень маркетинговые профиты тащат за собой. Очень серьезные. И когда они показывают рекламу на тему о том, что вот у нас там вот каждый таксист проходит проверку, там еще что-то такое, там средний балл 4,8. Так и хочется написать, мы им сами баллы ставим, когда кто не ставит. Вот. Они не хотят дописать, что мы снимаем с линии таксистов, то есть перестаем набрасывать заказы, если таксист едет с нарушениями правил дорожного движения. Это тоже просто. Вы получаете телематику информации о том, как он двигается. И переставайте ему набрасывать заказы, если он едет с нарушением правил дорожного движения. Совершенно правильно. Абсолютно верно. Придет в чувство, вы ему будете набрасывать заказы. Пусть он долбится в этот смартфон с попыткой, дай мне заказ, дай мне заказ. А ему там будет написано, вы сегодня нарушили правила дорожного движения, ведете себя агрессивно, перестраиваетесь и так далее, так далее, так далее. И поэтому мы вам сегодня шиши вместо заказов. Ну я бы в этом смысле вообще на весь частный транспорт это дело установил бы. Это ты знаешь, я тебе хочу сказать, мы про это с тобой говорили на одном из наших прошлых радио лет 10 тому назад, почему нельзя по геопозиции регламентировать скорость, с которой можно двигаться. Есть там усложнения, касающиеся того, что иногда необходимо превышение скорости для того, чтобы избежать столкновения. Но это все равно скорее исключение из нормы. Норма-то должна быть. Да, 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 но это очень частный случай, но можно было бы регламентировать скорость геопозиционирующими различного рода устройствами. И это, кстати, несложная история, почему это не сделать, не могу понять. Дима, невозможно остановиться, потому что это нескончаемая бесконечная тема. Ну, партия экспертов нам сегодня затмила все как бы. Да, я тебя еще раз поздравляю с Днем Радио. Спасибо взаимно и всех-всех-всех с праздником. И будь здоров. С Днем Радио, которое изобрел Попов. Всем хорошего вечера. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok